Мы жильцы жилого комплекса Инабула, можем остаться без своих собственных квартир. Мы честные покупатели, честные приобретатели квартир. Люди покупали за свои собственные деньги. Многие брали, большинство молодых семей брали кредиты, долг. Мы сами делали ремонт. Теперь у нас складывается такая ситуация, что мы можем остаться без квартир. Вступившим 20 апреля 2012 года в законную силу решением Толгарского районного суда Алматинской области от 8 августа 2011 года установлено передать в совместную собственность ТОО ЖТСУ Жанак Уралыс и ТОО предприятия капитального строительства Акимата города Алматы. В счет завершения строительства жилых комплексов перечень имущества, в том числе земельный участок по адресу Город Алматы, ЖТСУЙСКИЙ РАЙОН, ЮЖНЕЕ УЛИЦЫ ЖУМАБАЕВА, ЗАПАДНЕЕ УЛИЦЫ ПАЛАДИНА, КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР 20-314-022-102. С 20 апреля 2012 года по настоящее время земельный участок был реализован 5 раз и в конечном итоге 12 октября 2017 года приобретен частным застройщиком ТОО ЖВК. После приобретения земельного участка ТОО ЖВК возвело на земельном участке два многоквартирных жилых дома, по 72 квартиры в каждом. Ввело их в эксплуатацию и реализовало гражданам. Со слов представителей ТОО ЖВК, перед приобретением вышеуказанного земельного участка они осуществили выезд на местность, ознакомились со всеми правоустанавливающими документами. В момент заключения договора купли-продажи земельного участка от 12 октября 2017 года обременений и притязаний со стороны третьих лиц не имелось. Более того, судом установлено, что с 2012 года каких-либо обременений и притязаний со стороны третьих лиц не имелось и полностью отсутствовало. Строительство жилых домов на земельном участке открыто осуществлялось ТОО ЖВК на протяжении двух лет. Строительство жилых домов осуществлялось в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства с получением ТОО ЖВК от государственных органов всех разрешительных документов. На протяжении всего периода строительства в государственных органах регулярно проходили совещания по различным вопросам, на которых присутствовали представители ТОО ЖВК и ТОО ПКС. При этом земельный участок всегда находился на виду и огорожен специальным ограждением. Из изложенного следует, что ТОО ПКС прекрасно знало или обязано было знать о том, что на спорном земельном участке частным застройщикам ведется строительство многоквартирного жилого дома. Несмотря на вышеизложенные факты, решением Житасуйского районного суда города Алматы от 27 июля 2019 года ранее заключенные сделки купли-продажи земельного участка признаны недействительными, в том числе сделка, совершенная с участием частного застройщика в лице ТОО ЖВК. Таким образом, из вышеуказанного решения фактически следует, что застройщик обязан возвратить государству в лице ТОО ПКС землю, на которой построены дома. При этом уполномоченные лица ТОО ПКС во время встреч с жильцами утверждают, что законные права и интересы собственников квартир не пострадают. Вот, заинтересованные лица, жильцы считают, что эти утверждения не соответствуют действительности и являются голословными. Вот так вот, если дело коснется нас как негодных элементов, мы потому что простые люди, нас можно только видеть. Вот как я вот сейчас сижу, такой инвалид, ни глаза не видит, ног нету, ноги одной нету. Изначально при направлении искового заявления в суд по заявлению ТОО ПКС, судом были приняты меры по обеспечению иска и наложен арест на спорный земельный участок. В результате чего 15 семьям не удалось приобрести жилье по ипотечным программам в многоквартирном доме, возведенном ТОО ЖВК, собранные будущими владельцами квартир справки потеряли юридическую силу. Поскольку не все квартиры в жилом доме реализованы и на земельный участок судом наложено обременение, застройщик не имеет возможности передать спорный земельный участок в собственность кондоминиума с последующей его регистрацией в уполномоченном органе, как единого комплекса в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан. Вынесенное судом первой инстанцией судебное решение повлекло за собой новые гражданские дела, возбужденные на основании исковых заявлений Ешпанова ЕТ, ранее реализовавшего свое право собственности на земельный участок частному застройщику ТОО ЖВК, о признании договоров купли-продажи квартир, заключенных между жильцами и застройщиком недействительными. Вышеуказанные исковые заявления приняты к производству суда, по иным назначены судебные заседания, жильцов вызывают в суд. Жильцы вынуждены обращаться к юристам за квалифицированной юридической помощью и оплачивать их услуги, тем самым тратить свое время, денежные средства и нервы. Мы обращались в СМИ, мы писали во все инстанции. Мать и нас заверили, что мы, как третье лицо жильцы этого дома, не пострадаем ни в чем, потому что там идет борьба между двумя застройщиками и покупателями. Ну, мы третье лицо, и к этому мы никакого отношения не имеем. Но теперь, оказывается, на 22 число нас, жильцов нашего дома и соседнего дома, рядом который, вызывают в суд. Так как на нас господин Ишпанов свой иск подал на жильцов, на собственников квартир, чтобы для того, чтобы признать этот договор купли-продажи незаконным, недействительным. Мы теперь страшно опасаемся того, что мы можем остаться без жилья, без квартир. У нас дети, у многих молодые семьи, дети, все сделали ремонт. Теперь куда мы можем пойти, я не знаю. Основная масса жильцов приобрела квартиры на кредитные средства по государственным программам. Для многодетных семей Бахты от Басы, программа Ельбасы 7-20-25, программа для военных Аскери Баспана, Нурлы Жер и так далее. И каждый месяц платят сотни тысяч деньги в банки с целью их погашения. Микрайон Айнаблак, дом 85. И вот мы, значит, все судимся и судимся. В ноябре квартиру взяли за свои деньги кровные. Я вот инвалид первой группы. И у нас живут здесь в доме инвалиды, многодетные матеря. Даже обидно. За свои деньги отдашь, значит, деньги, все. Назад ни квартиры, ничего. Боимся, просто боимся. Таким образом, в результате недобросовестных действий ТОО ПКС в первую очередь ущемляются права и законные интересы законопослушных граждан Республики Казахстан, жильцов многоквартирных жилых домов. Страдает стабильность гражданского оборота. Уничтожается доверие инвесторов. Когда у бизнеса не будет оснований верить документам на имущества, выдаваемые самим же государством. К застройщику никаких претензий. У нас все законно. Все купли-продажи, все документы, все оформлено законно. Если обратиться к самой фигуре ПКС, вопросов еще больше. Не пора ли пересмотреть схему разрешения проблем дольщиков, для которой и создавалась ПКС? Большее количество жильцов шокировано сложившейся ситуацией. Многие из них ни разу в своей жизни не сталкивались с судами, тем более с подобными ситуациями, когда речь идет о выселении из единственного жилья. Граждане обращаются во все инстанции, так как хотят быть услышанными и получить защиту государства. Большая просьба от жителей нашего дома к Акимату и к городскому суду с просьбой, чтобы наш вопрос был решен положительно, чтобы мы не остались без квартир и без денег. Азамат ТВ будет следить за развитием ситуации и готова предоставить площадку и другим сторонам конфликта. Мнение редакции может не совпадать с мнением сторон спора.